Девушки отдыхают Спасибо. Итак, я сегодня увидел, что эта серия лекций насчитывает около миллиона просмотров. Это невероятно, правда? А может быть, ее просто открывали миллион раз. Такое тоже возможно. Хорошо. Давайте перейдем прямо к делу. Прошлая неделя, на мой взгляд, отличилась абсолютной нехваткой библейского контента. Я хочу коротко подвести итоги того, о чем мы говорили, чтобы задать вектор сегодняшнему обсуждению. По сути, я представил вам подробное описание этой диаграммы, на создание которой потратил немало времени. Это было около 25 лет назад, что объясняет примитивность графики. Чтобы составить ее, я выжил из своего 486-го «все, что мог». Итак, это репрезентация архетипических условий жизни. И архетипические условия — это условия, применимые при любых обстоятельствах, во все времена. Их можно рассматривать как описательные характеристики природы человеческого опыта. Это не совсем одно и то же, что и природа реальности. Потому что реальность можно разделить на субъективную и объективную. И в этом есть определенный смысл. Но данный тип репрезентации к этому не относится. Они рассматривают человеческий опыт как составную часть реальности. Именно так мы их воспринимаем, и мы просто с этим согласимся. Мысль в том, что мы всегда существуем внутри поврежденной структуры. И эта структура частично биологическая, а отчасти социокультурная. Частично мы унаследовали ее от своих предков, как практически в виде инфраструктуры, так и психологически в виде активного, изученного содержания нашей психики. В этот аспект входит, например, наша способность использовать речь, слова, фразы и обоюдное понимание, развившееся вследствие взаимодействия друг с другом. С архетипической точки зрения эта структура всегда мертва и повреждена. Она мертва, потому что была создана людьми, которые уже умерли, а повреждена, потому что все рушится без особенных на то причин. Факт же отсутствия соответствующей цели у людей, скажем так, лишь ускоряет процесс разрушения. Это значит, что у молодых людей всегда найдется причина расстраиваться и цинично относиться к текущему положению дел. И так происходит всегда. Думаю, концепцию патриархата полезно рассматривать в данном контексте. Архетипическая истина состоит в том, что социальная структура испорчена и несовершенна. Это значит, что каждое мгновение своей жизни нам придется с этим сталкиваться. Таков неизменный факт существования и расстраиваться из-за того, что социальные структуры или даже биологические структуры, в которых мы живем, являются неполными и несовершенными, и принимать это на свой счет, это худшее, что можно придумать. Принимать это на свой счет значит неправильно истолковывать экзистенциальные условия человечества. Ведь выходит так, что все, что нам дано и в чем мы живем, всегда разрушается, портится и требует починки. И это нужно принять, потому что в этом есть и положительная сторона. А она заключается в том, что нам, в принципе, было хоть что-то дано. И, возможно, это что-то не было совсем уж ужасным. У нас всегда есть повод для благодарности, тем более в странах, подобной нашей, где все достаточно слаженно функционирует. Даже если это и сломанный механизм, то все же не полная рухлядь, мчащаяся напрямую к нашему мучению и уничтожению. А такое тоже вполне вероятно. Многие общества именно так и выглядят. И факт того, что нам посчастливилось жить в обществе, которое не было испорчено до основания, уже является поводом для благодарности. Итак, мы живем в поврежденной структуре и несем ответственность за эти повреждения, потому что не делаем все возможное для их устранения. Однако есть нечто фундаментальное. Люди спрашивают, в чем заключается смысл жизни. Но на самом деле они хотят узнать, в чем заключается ее положительная сторона. Потому что, как мы уже говорили, отрицательные стороны более или менее очевидны. А положительный смысл можно найти в том, чтобы замечать повреждения в окруженном стенами городе, в котором мы живем, предпринимать попытки что-то с этим сделать, устранить бреши, залатать стены и сделать структуру, которую мы населяем, настолько безопасной и настолько продуктивной, насколько это возможно. Для этого существует неограниченное количество возможностей. Мы можем делать это в своих мыслях, в комнате, в доме, в местном сообществе. И, может быть, после того, как научимся делать это хорошо на всех уровнях, сможем выйти за их пределы. Это сложно. Несовершенная структура интересна тем, что в нее как будто встроены сложности, обусловленные ее несовершенством и поврежденной природой. Она вызывает потенциальную реакцию героического приключения. Героизм состоит в том, чтобы преодолеть завалы и отремонтировать город. Мы можем делать это в любой момент, вне зависимости от наших личных обстоятельств. Рядом с вами всегда найдется что-то требующее ремонта, что-то неправильное или выполненное недолжным образом. То, что вы можете починить, если у вас появится такое желание. Одна из тем, которую мы сегодня обсудим, заключается в том, что... Если вы соглашаетесь с подобным отношением, то должны придерживаться правила выполнять все возможное, чтобы улучшить положение дел, где бы вы ни находились. И тогда вокруг вас мир будет становиться лучше. Мы и как вид, и как отдельные особи довольно редко рассматриваем подобные теории. Такого рода предположения встречаются нечасто, что меня крайне удивляет. На днях у меня была интересная ситуация. Я ходил в КЭК. Я хожу туда, потому что у меня пищевая аллергия, а они очень внимательно к этому относятся. Официант подвел меня к столику и сказал, что смотрел мои лекции. Мне часто об этом говорят. Он рассказал, что за последние 4 месяца его два раза повысили в КЭК, потому что он смотрел мои лекции. Это очень впечатляющий результат. Конечно, можно думать, что он работает официантом в КЭК, и это не самое большое достижение. Но я с этим не согласен, потому что неважно, где вы находитесь. Можно заниматься чем угодно, в буквальном смысле. Можно любую работу превратить в островок бесконечного страдания. Или можно вести себя как цивилизованный человек и замечать, что вне зависимости от того, где вы находитесь, перед вами неисчерпаемые богатства и полнота жизни. И к этому нужно относиться серьезно. Можно думать так. Хорошо, случилось так, что я работаю официантом в КЭК. Возможно, это не то, чего я ожидал, а он был молодым парнем, и, скорее всего, это не предел моих мечтаний, но это уже что-то. Это благодатная почва, и я могу сделать ее еще лучше, если захочу. Я могу наладить отношения с коллегами и не сплетничать у них за спиной. Я могу должным образом обслуживать посетителей. И если мне представится какая-то возможность, я ей воспользуюсь и посмотрю, что произойдет. Он сказал, что именно так он и начал поступать, и все стало значительно лучше. Теперь он получил работу гораздо более выгодную, чем три месяца назад. А что такое три месяца? Это ничего. Это хорошая тенденция. Это движение вверх, а ведь это именно то, чего мы все хотим. На мой взгляд, подъем лучше, чем нахождение в условном хорошем месте. Одним из показателей полноты жизни является осознание того, что мы движемся туда, где лучше, чем сейчас. И следует понимать, что существует прямая взаимосвязь между тем, что вы делаете, и углом подъема. Мне присылают множество подобных писем. Зачастую их пишут молодые люди, но не обязательно. Они говорят, я послушал ваши лекции и решил взять ответственность за свою жизнь. Перестал заниматься глупостями, которые мне не следовало бы делать. И начал заниматься полезными вещами, которые стоило бы. Если задуматься, это ведь очевидно. Но люди не всегда делают то, что очевидно. И затем они пишут, какие невероятные трансформации с ними произошли. Их это очень волнует, а вместе с ними и меня. Нет ничего лучше подобных писем и сообщений. Приятно наблюдать, как что-то не очень хорошее меняется в лучшую сторону. Думаю, вопрос, до какой степени мы можем совершенствовать все вокруг, если преследуем подобную цель, это открытый вопрос. В некоторых историях, которые мы уже обсудили, например, про Каина и Авеля, осуществляется анализ как раз этого вопроса, что примечательно. Он возникает в самом начале повествования. Это основополагающая история. Она рассказывает о том, что в этом мире есть две модели бытия. Первая, при которой вы принимаете на себя ответственность за праведное бытие и приносите соответствующие жертвы, что способствует процветанию. А второй путь – это путь обиды, горечи, неприятия, убийства и геноцида. И для меня это кажется совершенно очевидным. Так что если позитивный путь манит, если вы действительно можете разглядеть его, то стоит и опуститься, чтобы увидеть иное. Карл Юнг однажды сказал, что современные люди не видят Бога, потому что не могут наклониться достаточно низко. Мне очень нравится эта фраза. Люди недооценивают возможности, находящиеся прямо перед ними. А это неправильно, потому что прямо перед нами все величие бытия. Вот что мы имеем. Неистекаемый, сложный и наполненный потенциал. Нет причин предполагать, что место, в котором вы оказались, менее хорошая отправная точка, чем какая-либо другая. Я знаю, что жизни некоторых людей ужасны, они находятся в абсолютно непереносимых условиях. Но я также знаю, что даже подобные ужасные ситуации можно значительно усугубить своим отношением к ним. Это точно. И вот мы здесь, в поврежденной структуре, сами олицетворяем ее. Но, по крайней мере, у нас есть стены, и мы не стали постоянным кормом для львов, а это уже хорошо. Мы можем героически и волшебным образом выйти вперед, чтобы противостоять хаосу, постоянно угрожающему структуре, которую мы населяем. И в результате этого мы можем что-то освободить. Можем чему-то научиться, стать сильнее. И еще, наши знания и то, что нас наполняет, это то, с чем мы сталкиваемся, когда добровольно ступаем в неизвестность. И чем больше непознанного мы покорим, тем больше вберем в себя. А чем большему мы научились, тем больше у нас возможностей. И чем больше мы преуспели в столкновении с непознанным, выстраивая порядок из потенциала бытия? Боже, да почему бы этого не делать, если это возможно? Это бесконечная тайна. Я думаю, это частично связано с первыми людьми. Она в какой-то мере инкапсулирована в историю про Адама и Еву. Адам обретает сознание и начинает стыдиться себя. Он считает себя ничтожным созданием. Существует бесконечное множество причин, почему люди могут так думать. Мы преисполнены несовершенств. Поэтому Адам прячется от Бога. Мне кажется, в этом и заключается суть головоломки. Люди не стремятся к высшему благу, потому что глубоко себя стыдятся. Стыдятся своих слабостей и недостатков. Но это не единственная причина. Это еще и желание избежать ответственности и прочие отрицательные мотивации, такие как обида, ненависть и желание сделать все хуже. Не буду вдаваться в подробности. Но общая картина такова. Не так уж и страшно оказаться в не очень хорошем месте, если в ваши планы входит его усовершенствование. Работая психологом-клиницистом, я узнал одну очень важную вещь. Невозможно переоценить значимость инкрементального развития. Можно выполнить расчет, рассчитать сложное процентное соотношение, что случится, если вы будете делать свою жизнь лучше на одну десятую процента в неделю. Через два-три года вы будете в таком хорошем месте, что ваше нынешнее положение покажется вам чем-то неправдоподобным. А если вы продолжите в том же духе 10 или 20 лет, особенно если вы молоды, и начнете исправлять себя и все вокруг с младых ногтей, вы сможете трансформировать свою жизнь совершенно невероятным образом. Одному Богу известны пределы человеческих возможностей. Как этот курс может помочь руководителям? Как его можно использовать в рабочей среде? Этот курс поможет вам понять, как выбирать сотрудников. Представьте, что ваша доля неудачного подбора сотрудников 50%. Из этих людей 50% ниже среднего, а другие 50% выше. Если вы используете соответствующий процесс отбора, то сможете сократить долю неудачного подбора на 50%. И это точно играет критическую роль для вашего бизнеса. Мы удивительные существа. Особенно, когда используем свой потенциал по полной, а не на 10% от имеющегося. Именно так и следует поступать. Осознание того факта, что положение дела оставляет желать лучшего, по крайней мере предоставляет нам возможность что-то сделать. Может быть даже что-то значительное, потому что в мире нет недостатка в страданиях и проблемах, которые мы можем сгладить. Польза и смысл этого совершенно очевидны. Поэтому меня несколько удивляет нигилизм и отчаяние. Я понимаю эти эмоции. Я глубоко осознаю и сами эмоции, и умонастроения им способствующие. Но в некотором смысле они мне кажутся излишними, потому что существует множество вещей, которые необходимо сделать. Стоит только раскрыть глаза, увидеть их и решить, как нужно поступать. Можно считать, что сфера вашего влияния так заурядна, что не стоит даже пытаться. Но она не останется заурядной, если вы попробуете. Совсем нет. Всегда есть что-то, с чего стоит начать. На мой взгляд, то, что сделано правильно, не может быть заурядным. По своему опыту могу сказать, все мои старания окупились сполна. Возможно, не так, как я ожидал, но это уже другой вопрос. Но если у меня было искреннее стремление что-то сделать, даже если все пошло не по плану и результат отличался от того, на который я рассчитывал, со временем все оборачивалось только на пользу. Каждый новый завоеванный рубеж – это шаг вперед, а в рубежах нет недостатка. Нас окружает непознанное. Мы погрязли в собственном невежестве. Мы можем беспрестанно скатываться в хаос или выстраивать патологический порядок. И в этом заключается секрет добродетельного бытия. Сталкиваясь с хаосом, мы можем позиционировать себя существами, которые, несмотря на свои несовершенства, обладают способностью его побеждать, невзирая на сопутствующую опасность. А это еще один аспект. Факт хрупкости жизни является непременным условием героизма. Если бы мы были неуязвимы, то в наших подвигах не было бы ничего героического. Если вас нельзя ранить, причинить боль, победить, или вам не страшны неудачи, то в чем духовная сила подобного стремления? Чувство незащищенности, неизменный спутник отваги. Уязвимость не повод для бездействия. Совсем. Скорее наоборот. И что же мы делаем? Мы реконструируем наш город согласно нашим устремлениям, чтобы он был функциональным, продуктивным и красивым, и чтобы люди в нем процветали и чувствовали, как бы это сказать, что неотвратимая катастрофа бытия того стоит. Вот в чем состоит наша цель. Нет ничего невозможного. Ничего невозможного. При этом вы не только воссоздаете город, но и сами становитесь человеком, способным на это. А это значительно лучше. Это конечная цель. Основная цель не в том, чтобы отремонтировать город, а в том, чтобы трансформировать себя в того человека, который может это делать постоянно. Нет причин этого не делать. И чем чаще это будет происходить, тем лучше. суть истории о потопе состоит в том, что город может погрязнуть в разврате, потому что люди забывают о героических устремлениях или напротив ведут себя деструктивно. Это тоже необходимо учитывать. Руководствуясь собственным способом бытия, можно сказать просто говорите правду и будьте хорошими людьми. Это не имеющие силы клише, но их можно использовать таким образом, чтобы они перестали быть просто словами. Для этого их следует упростить. Может быть, мы не можем говорить правду, потому что не знаем ее, но мы можем перестать говорить то, что как мы точно знаем правдой не является. Можно думать, ну, как я могу знать, что это неправда? Для ответа на этот вопрос вам придется разобраться с философией истины. Мы сейчас не будем углубляться в эту тему, в этом нет необходимости. Не в этом суть вопроса. Она состоит в том, что в жизни бывают моменты, когда вы точно знаете, что говорите окружающими или миром. При этом вы убеждены абсолютно, что вам это сойдет с рук. В этом есть какая-то дьявольская самонадеянность. В сущности это архетипическая гордыня, характеризующая мифологического сатану. Сатана это архетип аспекта разума, который считает, что может безнаказанно искажать и перевирать структуру реальности. Невозможно представить ничего более высокомерного. Не уже ли кто-то считает, что можно исказить структуру реальности и извлечь из этого выгоду без каких-либо последствий? Ясно же? Все знают, что это невозможно. Но вернемся к основному вопросу. Очевидно, что по правилам игры, в которую мы все играем, мы периодически нарушаем установленные нами же правила. Основная задача правдивого отношения или ответственного поведения заключается в том, чтобы перестать жульничать в игре, которую мы сами выбрали. Это уже хорошее начало. Это сделает нашу жизнь лучше, структурирует ее. Итак, какое отношение ко всему этому имеет потоп? Мы живем в испорченной структуре, и мы сами испорчены. Отчасти эта испорченность случайна. Все со временем приходит в негодность. А отчасти мы сами становимся причиной, стремясь не к созиданию, а к разрушению. История о потопе это довольно однозначное предупреждение. В ней говорится о том, что если ты катишься вниз, и таких, как ты, множество, то все деградирует до хаоса, из которого был сотворен мир в начале времен. Примерно так. Космос, представленный в мифологии, это противопоставление хаоса порядку. Порядок расположен сверху, а хаос всегда внизу. Хаос может прорваться, или порядок рухнуть, и вас поглотит хаос. Хаос — это сплетение потенциала. Способ, которым вы разрушаете порядок и позволяете хаосу восстать. Именно так это изображено в истории о потопе. И как описано в одном из мифологических сюжетов, это заселение тела вашего отца и питание его плотью без благодарности и попытки восполнить то, что извлекаете. История потопа предупреждает о том, что так не может длиться вечно, потому что в противном случае произойдут настолько ужасные вещи, которые невозможно даже вообразить. Они происходят лично с вами, с вашей семьей, сообществом и со всеми людьми снова и снова на протяжении всей истории. И это очень интересно. Вскоре после истории Каина и Авеля можно увидеть, как зло проникает в мир. В истории Адама и Евы наряду с осознанностью появляется зло, точнее понятие о добре и зле и способность осознанно причинять боль другим людям. Конечно, Каин одномоментно доводит эту способность до крайности. Он использует ее, чтобы разрушить то, что любит больше всего, максимально приблизившись к разрушению божественного идеала. Ведь его брат Авель, а Авель любимец Бога. Поэтому он его и убивает. В конце этой истории Каин говорит Богу, что его наказание больше, чем он может вынести. Думаю, причина в том, где вы оказываетесь, когда разрушаете собственные идеалы. Что вам остается после? Ничего. А если нет стремления вверх, то вы неминуемо скатываетесь все ниже и ниже. Эта мысль очень хорошо раскрыта в мильтоновском «Потерянном рае», когда он объясняет с психологической точки зрения, что такое ад. Мы настолько глубоко низвержены в ад, насколько далеки от Бога. Думаю, это хороший пример. Если вы разрушаете собственные идеалы и зависть, и злобы, и желание свергнуть людей, которыми сами хотели бы быть, вы попадаете в ситуацию неотличимую от ада. По ходу изучения библейских историй мы видим это на примере истории о Каине, а затем о потопе. Каин выбирает способ бытия, который противоречит самому понятию бытия, по меньшей мере его положительной коннотации, и он в полной мере осознает, что делает. В конечном счете это распространяется на всю социальную структуру, в результате чего Богу ничего больше не остается, как стереть все с лица земли. И это не шутка. Именно так все и происходит. Больше всего в серии этих историй пугает то, что это правда. Я понял это независимо от анализа мифологических историй, которые проводил. Увидел на примере Советского Союза, Китая и нацистской Германии. Самые проницательные наблюдатели этих обществ, люди, которые интересовались почему произошли эти абсолютные катастрофы, все как один говорили, что они коренятся в вырождении индивидов, составляющих общество. Принято считать, что люди следовали приказам. Нет, это объяснение не выдерживает критики. Известно, что за сопротивление людей наказывали. В этом есть доля истины, но далеко не вся, особенно если речь идет о самом начале. Скорее всего, общество и каждый человек по отдельности решили закрывать глаза на катастрофы и участвовать во лжи. Это поглотило структуру целиком, и они устремились вниз к чему-то максимально похожему на ад, особенно в нацистской Германии, да и в каждом из этих государств, и в Китае, Мао, и в Советском Союзе. Больше всего в историях книги «Бытия» пугает то, что в них дается довольно четкое определение. Нравственное вырождение отдельного человека приводит к вырождению космоса в целом. Люди говорят, что хотят наполнить свою жизнь смыслом. Правда? Вы действительно хотите осмысленности? Пожалуй, мы обменяли бы чуточку нигилизма на то, чтобы не сталкиваться с необходимостью что-то делать. Мне кажется, мы постоянно так поступаем. Печально это осознавать, но мы все взаимосвязаны. Эта уязвимая сторона обусловлена нашей высокоразвитой способностью к общению. Отголоски наших действий неминуемо будут отдаваться далеко за пределами непосредственно нашего сознания. Думаю, люди это понимают. Так же, как понимают и то, что не хотели бы этого знать, но это понимание уже встроено в нас, его можно почувствовать, ощутить, это вызывает эмоциональную реакцию, но мы ни за что не позволим этой мысли стать артикулированной, потому что не хотим этого знания. Когда мы испытываем стыд или чувство вины от того, что сделали или не сделали, порой это может происходить помимо нашей воли, часто это случается из-за того, что какая-то извращенная часть нас стремится к худшему из возможных результатов. Одна из концепций Юнга о тени, его знаменитая теория о том, что каждый из нас обладает темной стороной, которая должна быть принята и осознанно, заключалась в том, что человеческая тень простирается до самого ада. Поэтому так интересно читать Карла Юнга. Он подразумевает именно то, что говорит. Это не метафора. Та часть нас, которая настроена против бытия, связана с частью космоса, сознательного космоса, которая стремится сделать все максимально ужасным. Понимание этого шокирует. В частности, поэтому люди стараются его избегать. Любыми способами. Это то же самое, что представить себя охранником в нацистском концентрационном лагере. Очень полезное упражнение. Невозможно найти оправдание, почему вы им были или все еще являетесь. А если вы думаете иначе, тем больше оснований полагать, что вы не смогли бы устоять перед таким искушением, если бы оно было вам предложено. А если вы не считаете это искушением, то настолько мало знаете о людях, что, вероятнее всего, вообще вне игры. Если бы это не было искушением, никто бы этого не делал. А многие делали, вне всяких сомнений. На какие основные черты необходимо обращать внимание в личности партнера. Лучше, конечно, когда партнеры во многом похожи. Единственное исключение, пожалуй, это параметр невротизм. Если у вас он высок, то вам, скорее всего, не стоит выбирать партнера, у которого он тоже высокий. Такая же история с трудолюбием. Если один из партнеров творческая личность, а другой нет, то вы не будете говорить на одном языке. Поэтому я бы сказал, вообще все указывает на то, что сходство лучше различий. Это не означает, что вы должны совпадать во всем, но слишком серьезных расхождений быть не должно, иначе вы не сможете договориться. Итак, в книге «Бытия» события усугубляются крайне стремительно. Степень серьезности предельна, архетипична. Все становится настолько серьезным, насколько это вообще возможно. История Ноя и Потопа представлена фрагментарно. Я считаю, что эти отрывки являются частью более полной истории, от которой у нас остались лишь обрывки, и, скорее всего, это даже не одна история. Она начинается вот так. Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали себе в жены, какую кто избрал. Существует два способа восприятия прошлого. Его можно рассматривать как политический ландшафт, в котором мы живем. Люди, придерживающиеся более консервативных взглядов, считают, что землю населяли исполины, герои прошлого, создавшие условия, в которых мы теперь существуем. левых скорее больше беспокоит испорченность, берущая свое начало в минувших тысячелетиях. Обе точки зрения верны. Можно сказать, что великие герои прошлого установили порядок нашего бытия. Их можно рассматривать даже как его составляющую. Это вполне разумно. А можно думать о том, как развращенность и зло аккумулируются на протяжении веков. Обе эти мысли отражаются в первых строках. Сыны Божьи, это герои, увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали себе в жены, какую кто избрал. За этим следует, казалось бы, совершенно нелогичное утверждение. «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет». Я изучил несколько толкований этих строк, потому что мне они казались непоследовательными по отношению к предыдущим. И абсолютно не ясно, что они означают. В первой строке речь идет о героях прошлого, а во второй что-то об испорченности человеческого способа бытия. Одним из последствий этого, поскольку это касается Бога, становится то, что возникают условия, при которых Божественный Дух не будет бороться с человеком. Это значит, что, не знаю, как верно сформулировать, божественное стремление к добру покинет нас из-за содеянного. Второй вариант толкования возможно в том, что из-за вырождения людей здесь не ясны рамки продолжительности жизни, Дух будет пребывать в нас лишь ограниченный период времени. Это странным образом связано с мыслью о моральных обязательствах человека и противоречит представлению об исполинах прошлого. И затем повествование возвращается к ним же. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные издревле славные люди. На этом фрагмент заканчивается. Он обрывается, но можно проследить двойственность повествования. Один из смыслов в том, что существует некая скрытая порочность, несмотря на природу происхождения исполинов, которая заставляет Бога отнять свою благодать и позволить людям пасть. это подготавливает почву для Ноя и потопа. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Одна из причин, по которой в детстве мне не нравилось ходить в церковь, а это была довольно либеральная церковь, это была объединенная церковь, которую теперь, пожалуй, уже и не назовешь церковью. Настолько свободные взгляды в ней царят. Так вот, что мне не нравилось, так это то, что служители постоянно говорили о греховной природе человека. Это не отзывалось во мне должным образом, отчасти потому, что я не понимал, что это значит, а отчасти потому, что это казалось каким-то нелицеприятным самобичеванием. В этом было что-то обветшало и фальшивое, что мне не нравилось. Но знаете, в последние годы я много об этом думал и начал понимать, что есть реальная польза в том, чтобы напоминать людям о необходимости четко и осознанно хранить на передовой своего воображения все то зло, которое мы совершили. Мне кажется, на прошлой неделе я упоминал тот эпизод, в котором рассказывается о культуре празднования Нового Года и императоре в Месопотамии. Император выносили за пределы города и снимали одежду, чтобы он ничем не отличался от обычного человека. А затем ритуально унижали и спрашивали, как получилось, что прошедший год он не был блестящим воплощением Мардука. Мардук был месопотамским божеством, сотворившим порядок из хаоса. Император должен был сидеть и думать, «Итак, если я император, то должен хорошо выполнять свои обязанности. Скорее всего, даже превосходно выполнять, но, вероятно, во многом я не дотягиваю, это очень важно, поскольку от меня все зависят. Мне нужно разобраться, как случилось так, что я не соответствую идеалу». Это постоянный призыв, на мой взгляд, слишком узконаправленный, присутствующий в институциональном христианстве. Мысль заключается в следующем. Существует множество ситуаций, в которых мы не сделали все от нас зависящее. Это не должно нас угнетать или разрушать. Возможно, это должно поумерить гордыню, которая не позволяет нам открыто взглянуть на собственные несовершенства. Скорее, это призыв вести себя по-другому. Например, перестать делать что-то ненадлежащее. Мы можем значительно больше, чем нам кажется. Если мы не будем нарушать собственные правила, это благотворно скажется не только на нас, но и на окружающих. Как я уже сказал, можно начать играть честно в ту игру, которую вы выбрали. Главное начать следить за собой. Вы ужаснетесь, осознав, насколько часто вы врете. Я начал наблюдать за собой с момента, когда мне исполнилось 20 лет. Я очень гордился своим умом. Так как я небольшого роста, а еще и перескочил один год в школе, то был одним из самых маленьких в классе. Еще я был очень болтливым, что возможно вас не удивляет и дерзким. Меня постоянно задирали. Это случается со всеми, и моим оружием был мой длинный язык, и это было достаточно эффективное оружие, хотя, как правило, давало обратный эффект. Когда дерзишь рослым, плохим ребятам, они обычно отвечают физически негативно. Со мной это часто случалось, но я гордился своими интеллектуальными способностями. Какую опасность это в себе таит, я понял, когда мне было около двадцати, читая «Потерянные рай» Мильтона. Тогда я начал осознавать опасность интеллекта. На мой взгляд, она заключается в его склонности к гордыне и высокомерию, а также в тенденции влюбляться в собственные плоды. В потерянном рае его олицетворял Люцифер. Люцифер — это интеллект, влюбившийся в собственные плоды и считающий, что за пределами разума ничего не существует. Это пример тоталитарного мышления. Вот тоталитарная система, и мы знаем, как она функционирует. Внедрим ее, и тогда на земле воцарится рай. Так проявляется интеллектуальная высокомерие. В то же время со мной происходило следующее. Я стал замечать свое интеллектуальное высокомерие и осознавать, к чему оно ведет. Еще я понял, что жизнь значительно больше, чем просто разум. Много больше. Я слишком много курил, слишком много пил и весил всего 60 килограммов. Моя физическая форма оставляла желать лучшего. В магистратуре мне потребовалось приложить немало усилий, чтобы привести себя в порядок. В то же время я пытался понять безумие, происходившее в мире, инкапсулированное в холодную войну, и какую роль я мог бы в этом сыграть, если такова и имелась, и какие роли играли все мы. В то время я подрабатывал в тюрьме. Немного. С одним из сумасшедших психологов, который вставлял шуточки в тесты с множественным выбором. Это был очень эксцентричный парень. Мне очень нравился его курс. Он вел курс по творчеству и одновременно работал тюремным психологом. Странноватая личность. По какой-то причине я ему понравился. Может, потому что я тоже был странным. Он пару раз приглашал меня с собой в тюрьму строгого режима Эдмонтона. Это был исключительный опыт. Я пытался выяснить, как поведение отдельного человека сказывается на патологии группы в целом. Что-то в этом роде. Я вошел в тюрьму и увидел низенького парня еще меньше, чем я. Я был чуть выше. Парень выглядел совершенно безобидным. А тюрьма была похожа на среднюю школу. На мой взгляд, это показатель. Я пошел в спортзал, и там были все эти монстры, тягающие железо. Помню парня, сплошь покрытого татуировками, его грудь была располосована шрамом, как будто кто-то ударил топором. Я зашел туда в своем странном плаще, который купил в Португалии и соответствующих по стилю ботинках. Плащ был как с плеча Шерлока Холмса из 1890-х. Он так выглядел, потому что я купил его в городке на холме. Это был город с крепостной стеной, и они продавали подобные вещи. Думаю, фасон не менялся как раз с 1890-х. Поэтому он и показался мне таким хорошим. Так вот, я был в нем, хотя, возможно, это была не самая подходящая одежда для тюрьмы строгого режима. Я зашел в спортзал, а психолог ушел. Боже мой, о чем он только думал. Все эти парни окружили меня и предлагали обменять мой плащ на свою тюремную одежду. Получив предложение, я не мог от него отказаться и совершенно не знал, что делать. А потом этот низенький парень сказал, что его прислал за мной психолог или что-то вроде того. Я подумал, уж лучше этот парень, чем все эти монстры. Мы вышли из спортзала во двор для прогулок. Пока бродили, он беседовал со мной и выглядел абсолютно безобидно. Потом появился психолог и позвал нас, из-за чего я, наконец, вздохнул с облегчением. Когда мы пришли к нему в кабинет, он сказал, «Помнишь парня, с которым вы гуляли во дворе?» Я ответил, «Да». И он сказал, как-то раз он поставил двух полицейских на колени и, пока они молили о пощаде, выстрелил им в затылок. Тут я подумал, «Да». Ну и… Но ведь он выглядел таким безобидным. Обычно мы надеемся, что люди такого рода сильно отличаются от нас и уж точно не выглядят так безобидно. Нам бы хотелось, чтобы они выглядели наполовину как оборотни, а наполовину как вампиры, чтобы сразу можно было распознать в них хладнокровных убийц. Но нет, он выглядел беспомощным, маленьким парнем, который точно не был бы таким беспомощным, будь у него преимущество в виде револьвера в руках. Это заставило меня задуматься о разнице между безобидностью и угрозой. Произошло и другое событие. Я встретил там еще одного заключенного. А неделю или две спустя я услышал, что он и его друг схватили одного парня и раздробили ему левую ногу свинцовой трубой. Полностью. Это произошло потому, что они решили, что он стукач, что, возможно, было правдой. Тогда я повел себя по-другому. Вместо того, чтобы испытать шок и перепугаться, хоть я и был напуган, я размышлял о том, как такое вообще можно сделать. Мне казалось, что я не смог бы. Я подумал, что между мной и этими людьми должно быть какое-то качественное отличие. Пару недель я выстраивал умозаключение о том, при каких условиях я мог бы сделать что-то подобное, какие психологические трансформации должны со мной произойти, чтобы я опустился до подобного поведения. Это было упражнение на размышления. Мне потребовалось всего 10 дней, чтобы понять, что я не только смогу это сделать, но это даже намного проще, чем казалось изначально. Вот где стена между мной и тем, что Юнг описал, как тень, начала разваливаться. Это тоже было очень полезно. Я начал относиться к себе несколько по-иному, потому что раньше я чего-то о себе не знал. Мне казалось, что я хороший парень, но у меня не было оснований считать себя таким. Никто не может быть хорошим, если не приложил к этому хоть какие-то усилия. Так не бывает. Не все так просто. Возможно, вы просто средней паршивости. Вам еще очень далеко до плохого парня, но и до хорошего путь не близкий. Но после этого я стал уважать себя чуть больше, потому что понял, что в человеческой психике присутствует элемент чудовища, которое необходимо уважать и понимать, что это неотъемлемая часть каждого. Я сделал вывод, что себя нужно воспринимать как заряженное оружие. Это очень действенный способ восприятия, особенно при общении с детьми, потому что для детей мы и есть заряженное оружие, о чем свидетельствует ужасный опыт самих детей, полученный от родителей. Практически в то же самое время, хотя я не знаю, как эти события могли быть связаны, возможно, от того, что я пытался выяснить, кем я являюсь и как могу это исправить, что-то в этом роде. Я стал обращать пристальное внимание на то, что я говорю. Не знаю, произошло это умышленно или невольно, но я почувствовал, что в моей психике происходит своего рода раскол. Мои студенты говорили, что с ними происходило что-то подобное, когда я описывал те события, о которых рассказываю сейчас вам. Я разделился на двух разных людей. Старая часть меня все так же много болтала. Ей нравилось спорить и выдвигать теории, но была еще и другая часть, которая наблюдала за этим процессом, широко раскрыв глаза и давая объективную оценку. Оценивающая часть наблюдала за говорящей и делала выводы. Это не твоя идея на самом деле. Ты не веришь в это, ты не уверен в том, что говоришь. Это неправда. И я подумал, «Хм, а это интересно. Так происходило с 95% того, что я говорил, и в итоге я не знал, что с этим делать». Я подумал, «Хорошо, это странно, возможно, у меня раздвоение личности, а это уже плохо». Я, конечно, не слышал голоса, ничего подобного. Все люди состоят из нескольких вариаций самих себя. А потом возникла эта странная головоломка. Какая из частей была на самом деле настоящей? Та часть, которая слушает и говорит, «Это ерунда, я делаю это, чтобы произвести впечатление, просто пытаюсь выиграть спор. Тогда какой я? Или мной была та часть, которая считала, что это нормально, это просто такая словесная игра?» Я не знал, но решил подойти к этому вопросу критически. Я попытался, и мне кажется, у меня это получилось, перестать говорить то, что делает меня слабее. Я все еще стараюсь так поступать. В процессе разговора я всегда чувствую, какие слова помогают мне прийти к согласию с собой, а какие вносят раскол. Пожалуй, согласие правильный способ концептуализации, потому что если вы говорите правду максимально открыто, она идет из глубины подсознания. Мы не знаем, где возникают мысли. Мы не знаем, насколько глубоко они зарождаются. Неизвестно, какой процесс психологического согласования необходим, чтобы говорить из глубины собственного бытия. мы не понимаем ничего из этого и не можем концептуализировать. Но я уверен, мы можем это почувствовать. Многое из этого я узнал у замечательного психолога Карла Роджерса. Он говорил о ментальном здоровье как о взаимосвязи между духовным или абстрактным и физическим, что обе части должны согласовываться между собой. Существует множество способов согласования психоаналитического и клинического мышления. Как бы то ни было, я решил, что не буду говорить вещи, которые делают меня слабее. В итоге мне пришлось перестать говорить почти все, что я говорил до этого. 95 процентов. Это был настоящий шок, который длился несколько месяцев. Проснуться и понять, что вы по большей части полено. Это реальный шок. После этого начинаешь думать, а действительно ли ты хочешь все это сжечь? Ведь в результате почти ничего не останется, только горстка пепла и 5 процентов тебя. Но если эти 5 процентов будут твердой породой, то может лучше так и поступить. Я рассказал эту историю как наглядный пример к строкам и увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Нам следует задать себе вопрос, что нами движет. Возможно, у кого-то более искренние намерения, это вполне вероятно. Я не считаю себя от природы хорошим человеком, но и не думаю, что все люди одинаковые. Некоторые могут быть хуже, но во всех в какой-то степени присутствует неискренность. Необходимо понять, хотите ли вы быть причиной неприятностей. Еще стоит подумать о том, делаете ли вы что-то важное по собственному определению. Мы все играем в игру и сами устанавливаем правила, по крайней мере первичные. Может быть, вы способствуете неприятностям только потому, что у вас нет более благоприятного выбора. Уж лучше неприятности, чем тоска. Если вы читали Достоевского, то знаете это. Он был экспертом в этом. Если вы не растрачиваете весь свой потенциал, то у вас остается много сил и воли, энергии и ресурсов, которые идут на поиск проблематичных приключений. Я бы назвал это архетипическим сценарием. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Здесь есть над чем подумать. Это не саморазрушительные размышления, а скорее постановка диагноза. Нужно понимать степень поражения. Может быть оно только 10%, а может быть 90%. И если вы сможете определить, это будет замечательно, возможно, это поможет излечиться. А обратная сторона? Очевидно, вам придется отказаться от обид, ненависти и всего прочего. Это раздражает, потому что эти эмоции легко вызвать, они захватывают и вызывают уверенность в собственной правоте. Но это нужно сделать не для того, чтобы подавить себя, а для того, чтобы отделить зерна от плевел и избавиться от всего, что вам не нужно. оставить позади. Можно подумать, что если дети растут в одной семье, то у них будет довольно много схожего. Но часто это не так. Ведь если вы правильно построили семейные взаимоотношения, то ваше взаимодействие с каждым членом семьи будет развиваться по-своему. Это помогает каждому из них извлечь выгоду из особенностей своего темперамента. То есть в курсе вы глубоко в это погружаетесь. Это может помочь родителям лучше понять детей? Определенно. И раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человека, в которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. В чем смысл? В том, что космос, который создал Бог, погряз в разврате. И что меня всегда удивляет в книге Бытия, так это то, что все это правда. Я уже говорил, что месопотамцы верили, что человек был создан из крови Кингу, худшего из всевозможных драконов хаоса. Но причина, по которой месопотамцы в это верили, заключалась в том, что они знали, как и авторы книги Бытия, что люди единственные существа в космосе, космосе Бытия, способные на сознательный обман и злобу. Вопрос в том, до какой степени сознательный обман и злонамеренность должны все испортить, что было бы лучше вовсе не существовать. История в эпосе о Гильгамеше есть история, связанная с потопом, со схожей нарративной структурой. Фактически считается, что история Ноэ основана на ней. Боги, разочаровавшиеся в своем творении, осознавшие это, решили, что лучше будет уничтожить его, чем позволить размножаться. Подобная история есть и в месопотамском мифе о сатаме. в месопотворении инума-элиш, первые боги, олицетворяющие исполинов человечества, так шумели и были настолько беспечны, что их творец бог, Тиамат, решает стереть их с лица земли. И когда читаешь что-то подобное и делаешь это осознанно с исторической точки зрения, начинает проступать глубина, позволяющая преодолеть архаичный, похожий на сказку, элемент истории. Я читал об ужасных событиях в нацистской Германии, о том, что случилось, когда японцы вторглись в Китай, и о том, что происходило в общем в истории человечества. Порой все может быть настолько плохо, что с концептуализацией происходящего сможет справиться лишь воображение очень плохого человека. Когда становится до такой степени ужасно, это единственный язык, способный описать случившееся. Есть еще одна вещь, которую я обнаружил, работая с пациентами. Когда у них в жизни все не ладится, люди близки к самоубийству или убийству, или когда в семье творятся ужасные вещи на протяжении поколений, в результате которых они стремятся исключительно к страданию и разрушению, единственный подходящий язык в подобных случаях – религия. Больше не существует доступных средств, способных описать происходящее с должной степенью серьезности. Возможно, вам никогда не приходилось сталкиваться с настолько ужасными ситуациями, но это не означает, что их не существует. Они есть. Мы делаем все, чтобы не соприкасаться с ними, но тем не менее они существуют, и вероятность того, что в жизни вам придется столкнуться с чем-то подобным один или пару раз чрезвычайно высока. Вы повстречаете кого-то, кто станет воплощением зла, или сами можете им быть. Это будет шок. И тогда все эти поэтические описания станут намного реальнее. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный вроде своем. Ной ходил пред Богом. Вот интересная строка. Возвращаясь к истории Адама и Евы, с Адамом произошло следующее. После того, как он вкусил плод от дерева познания добра и зла, он пробудился, с глаз его спала пелена, и он стал осознанным и обрел понимание добра и зла, поэтому он не вышел к Богу, когда он звал его в саду. Итак, Ноя это Адам, но до греха падения. Ной был настолько праведным, что это сподвигло Бога пощадить его, или указать путь сквозь надвигающийся хаос. Думаю, так. Это требует длительных размышлений, подробных. В жизни происходят ситуации, когда мы сталкиваемся в семье или что-то более глобальное в социальном плане, но хаос нас настигает. И если вы не хотите стать его обитателем или даже пособником, возможно, именно этого вы и хотите, люди в таких ситуациях часто делают подобный выбор, то будете искать способ выстроить ковчег и пережить его. Если вы выбираете жизнь, праведное бытие и не пытаетесь причинять страданий больше, чем это действительно необходимо, то захотите знать, как себя вести во время катастрофы, чтобы иметь реальную возможность пережить ее и начать сначала. Когда в истории говорится о том, что Бог недоволен и собирается всех уничтожить, лучше воспринимать это всерьез. И если в ней сказано, что был только один человек, заслуживший спасения праведностью существования, к этому тоже лучше относиться серьезно. Возможно, вы захотите узнать, что такое праведное существование и следовать ему. Подобные вещи практичны в самом глубоком смысле. Практичны и в самом здесь я собираюсь перескочить. В начале этой серии лекций я говорил, что Библия это текст с гиперссылками и все истории связаны между собой. Есть определенный смысл в ее последовательном прочтении, но это не линейный документ. Существует множество способов, множество путей, которыми вы можете пройти по нему. Он охватывает картину в целом и отдельно ссылается на каждую историю. И сейчас я хочу переключиться на Нагорную проповедь, которая, на мой взгляд, является ключевой историей Нового Завета. Я хочу перейти к ней, потому что считаю, что в ней приводится самая близкая формулировка того, что означает ходить пред Богом, чтобы можно было оказаться в ковчеге, когда грянет потоп. Это наиболее четко сформулированная мысль, выходящая за рамки метафорической. Если я скажу, что вы должны вести себя к окной, ходить пред Богом и построить ковчег, то очевидно, что это поэтические и метафорические рекомендации, их проблематично реализовать. Между нами и архетипом огромная пропасть. Довольно сложно понять, как применить его в своей жизни. Поэтому архетип необходимо дифференцировать и сформулировать таким образом, чтобы его можно было применить лично, на практике и внедрить в свою жизнь. Я хочу разобрать отдельные части Нагорной проповеди. Она начинается с 5 стиха Евангелия от Матфея, но мы не будем рассматривать 5 стих, а перейдем сразу к концу 6 и к 7. Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кальми почева смоловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться. Это знаменитые строки, и здесь Христа представляют в виде эдакого хиппи, типа «давайте расслабимся», знаменитая фраза «делайте свое дело», а остальное само придет. Эти строки трактовались подобным образом множество раз, но это совершенно неправильная интерпретация, потому что в ней есть еще и обязательное условие, а оно следующее. «Потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды его, и это все приложится вам». И уже тогда она разительно отличается от лозунга «хиппи», правда? В этих строках скрыта очень интересная мысль. Это самая глубокая мысль, с которой я когда-либо сталкивался. и она состоит в следующем. Если ты выстроишь свою жизнь таким образом, чтобы стремиться к высшему благу, то все необходимое для того, чтобы выжить и преуспеть в повседневной жизни, придет само собой. Это одна из непростых гипотез. Ее суть в том, что если вы осмелитесь сделать самое сложное из того, что можете представить, ваша жизнь сложится гораздо лучше, чем если бы вы этого не сделали. Как выяснить, насколько это правда? Это киркегоровский прыжок веры. Нет способа выяснить, правда это или нет, кроме как попытаться. И никто не может дать вам совет, потому что если эта гипотеза подтвердилась у кого-то, не факт, что сработает и для вас. В этой игре нужно выложиться на все сто. Основная мысль «Ищите же прежде Царство Божие и правда его». И это все приложится вам. На самом деле речь идет не о том, чтобы не обращать внимания на то, что вы едите или носите. Подразумевается, что в сравнении с более фундаментальными вопросами эти проблемы банальны. Вероятность того, что принадлежащие реализации себя в этом мире, подобные вещи сложатся без особых усилий чрезвычайно высока. Я верю, что так оно и есть. Я наблюдал за тем, как люди проявляют себя в мире и могу сказать, что нет более эффективного способа, чем сформулировать для себя максимально возможное благо и стремиться к нему. Нет более практичного пути к успеху. Если вы знаете, в чем он заключается, вот что пытаются донести до нас в Нагорной проповеди. так же, как в истории про Пиноккио. Вначале Джипетто загадывает желание на падающую звезду. Мы уже это обсуждали. Джипетто объединяется с метафорическим проявлением высшего блага, которое способен сформулировать. Скажем, он берет на себя обязательства. Он стремится к звездам. Для него звезда – это возможность сделать его создание, куклу, которую дергают за ниточки неведомые силы, чем-то независимым и настоящим. Это чрезвычайно амбициозное стремление. Мы достаточно мудры, чтобы превратить эту историю в детский фильм, но слишком глупы, чтобы понять, что она на самом деле означает. Это настолько удивительное сопоставление, что мы можем знать это и не знать одновременно. Можно сходить в кино, посмотреть его и понять смысл, но это не означает, что вы придете домой и будете думать о том, что это значит. Люди сложные создания. Мы существуем на разных уровнях, и эти уровни не взаимодействуют между собой. Но фильм – это гипотеза, а ее смысл заключается в том, что нет более достойного пути к самореализации и облагораживанию бытия, чем постулировать высшее благо, которое вы можете себе представить и посвятить себя ему. А затем вы можете спросить себя, и это необходимо, есть ли что-то лучшее, что вы можете сделать? И если нет, то зачем делать что-то другое? Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Я очень долго думал, что это могло бы означать. это не одна из тех строк, которые легко понять. Ну, знаете, как старая басня про стрекозу и муравья. Я не буду ее пересказывать. В ней муравей работал, а стрекоза развлекалась. А когда пришла зима, у муравья все было хорошо, а стрекоза замерзала. Здесь тоже речь о том, что при выборе надлежащего пути и усердном продвижении по нему изо дня в день все получится. Я действительно считаю, что это соответствует тому, что мы узнали о человеческом восприятии. Мир подстраивается под избранную вами цель. Мы находим цель. Мы целеустремленные создания. Мы видим цель и движемся к ней. Она встроена в нас и поэтому необходимо. Допустим, ваша цель наивысшая из возможных. Она будет выстраивать мир вокруг вас, определять восприятие и то, что вы будете видеть или не видеть, руководить вашими эмоциями и мотивацией. Вы выстраиваете свою жизнь согласно этой цели. Приходит день, когда перед вами встают задачи, возникают проблемы, и если вы решаете их должным образом, то остаетесь на пути к цели. Можно сфокусироваться на каждом дне. Таким образом, вы убьете двух зайцев одним выстрелом. Можете сосредоточиться на отдаленном будущем и при этом жить каждым днем. Это поможет сделать каждый момент жизни преисполненным смысла. Если каждый ваш день, посвященный высшей цели, которую вы можете сформулировать, это как раз и будет определением смысла жизни. Но вернемся к Ною. Ад вот-вот вырвется наружу и хаос поглотит все вокруг. Когда подобное происходит в нашей жизни, нам хочется делать что-то стоящее. Это поможет удержаться на плаву, когда все прочее утонет. И чтобы начать делать что-то стоящее, не нужно дожидаться потопа. Если ковчег построен лишь наполовину, и у него нет капитана, то, скорее всего, вы утонете. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Звучит не очень оптимистична. Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить. Это разумное указание. Я бы не назвал это рекомендацией, потому что это описание структуры реальности. А это не одно и то же, что совет. Здесь говорится о том, что вы будете нести ответственность согласно правилам игры, которую избрали. Я также считаю, что это полностью соответствует пониманию человеческой психологии. Вы должны играть в ту игру, в которую вам позволяют играть окружающие, в которую они будут играть вместе с вами, и в которой будут соревноваться с вами. У вас есть некоторая степень свободы при определении параметров игры, но когда вы вступаете в нее, то берете на себя обязательство следовать правилам. В этом вся суть игры. Вы можете выбрать игру с наиболее подходящими вам правилами. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Что такое бревно? Сучок это маленькая щепка, а бревно большой кусок дерева. И поэтому смысл не столько в слепоте других, даже если они настолько же слепы, насколько и вы, сколько в предостережении, знаний, что следует прежде разобраться с собственным зрением и оставить окружающих в покое в этом смысле. Но если ваш способ бытия заключается в том, чтобы другие вели себя лучше по отношению к вам, или вы считаете, что зло или несчастье случаются помимо вашей воли, что это кто-то другой должен работать над собой, или кто-то кроме вас несет за это ответственность, то у вас ничего не получится исправить. Вы останетесь слепы к своим действиям, а это пагубно на них скажется. Поэтому стоит признать, что мы слепы во многом. И может быть появятся способы это исправить. Вполне вероятно, что мы многого не замечаем. Скорее всего, так и есть. Поэтому гораздо полезнее подумать над тем, почему я ошибаюсь в данной ситуации. Я расскажу вам, чему я научился, когда начал жить со своей женой. Такое происходит со всеми. Когда общаешься с человеком, то понимаешь, что во многом у вас возникают разногласия. Это потому, что мы все разные. диалог, то выясните, что смотрите по-разному на одни и те же вещи. Конечно, вы можете оба притвориться, что проблема не существует, и замалчивать ее. И в конце концов, через 30 лет это приведет к безмолвной войне. Или вы можете поспорить, если это необходимо, и понять, как решить этот вопрос. Часто возникают ссоры и конфликты, в которых мы застреваем, ненависть, перерастают в ненависть. Да, все засмеялись, потому что знают, как часто мы выкрикиваем слова ненависти любимым. Первое, чему мы научились, заходя в тупик, мы расходились по разным сторонам и думали, хорошо, мы попали в сложную ситуацию, нужно придумать, как двигаться дальше. Конечно, я всегда считаю, что это ее вина, определенно, ее вина. В 95% случаев, я так думаю, но может быть на какие-то 5% и я могу стать причиной конфликта. Я сижу, думаю и задаю себе вопрос, было ли за последние полгода что-то, что могло спровоцировать эту безвыходную ситуацию. Вы не поверите, как быстро ваш мозг найдет ответ на этот вопрос. Без сомнения, есть несколько идиотских поступков, о которых вы знаете и помните, которые поспособствовали этой ситуации и теперь любимый человек держит вас за горло. Просто скажите об этом. Вы можете это обсудить, особенно если он поступал так же по отношению к вам. Можно сказать, слушай, я вел себя как последний кретин в этой ситуации. И он тоже скажет, и я идиот. Тогда получается, что вы оба идиоты и можете договориться. лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. С этим не поспоришь. Просите и дано будет вам. Ищите и найдете. Стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает и ищущий находит и стучащему отворят. Звучит очень оптимистично. Но опять же я считаю, что это описание структуры экзистенциальной реальности. В том смысле в клинической практике и на примере студентов тоже я вижу, что зачастую жизнь людей отличается от той, которую они хотели бы вести. Почему так происходит? Забудьте про трагедии и катастрофы. Это само собой. Мы не будем их обсуждать, кроме того, степень, в которой мы сами им способствуем, сложно определить. Но я никогда не скажу, что все ужасные события, которые могут происходить с человеком, он заслужил сам. Это крайне опасное предположение, особенно учитывая тот факт, что все мы болеем и умираем. Одна из причин, по которой люди не получают желаемого, в том, что они не знают, чего хотят. И, скорее всего, получают то, что будет им во благо, скажем так, что будет даже лучше, чем желаемое. Мы с легкостью можем заблуждаться относительно своих желаний, но, вероятно, можем получить то, что будет лучше для нас. Почему так? Потому мы не пытаемся, мы не думаем о том, что хотим иметь. Я не имею в виду манипуляцию миром с целью получить материальные блага, статус или что-то в этом роде. Это совсем другое. Представьте, что вы заботитесь о себе так, как заботились бы о дорогом вам человеке. И думайте, если я забочусь о нем, то хочу, чтобы у него все складывалось наилучшим образом. Какой должна быть его жизнь в таком случае? Люди так не поступают. Они не садятся и не думают, не пытаются выяснить. У тебя сложная жизнь. Через три года ты можешь получить то, что тебе нужно. Просто будь внимательным. Невозможно получить все сразу. Ты можешь получить то, что будет тебе во благо, но для начала нужно понять, что это. А затем следовать своей цели. по своему опыту общения с людьми могу сказать, что если они понимали, что будет им во благо и устремлялись к этому, то они это получали. Это странно, странная штука, это непросто. Можно сформулировать для себя определение блага, сделать десять шагов в этом направлении и понять, что такая формулировка была полной ерундой и необходимо изменить цели. Мы идем к ней извилистыми путями. Но основная причина неудач заключается в отсутствии критериев успеха. А так как успех это крайне узкое понятие и маловероятное, возможность добиться его случайно практически равна нулю. Но решение есть, оно состоит в том, что если ты действительно чего-то хочешь, ты можешь это получить. Что значит действительно хотеть. А это значит перестроить свою жизнь таким образом, чтобы вероятность успеха стала максимально возможной. Это понятие жертвы, так ведь? Невозможно получить все, определенно, само собой. Но может быть, можно получить необходимое, и для этого нужно просто попросить. Но просить следует не о прихотях или сиюминутных желаниях. К этому вопросу необходимо подходить серьезно. Нужно подумать и оценить себя. Если бы я хотел жить в этом мире надлежащим образом, и хотел бы устроить все так, чтобы бытие соответствовало моим ожиданиям, не судите себя строго, к чему мне нужно было бы стремиться? Один из способов, которые я обнаружил, скажем так, проверяя теорию, вы тоже можете попробовать. Это как молитва. Как-нибудь сядьте на кровать и спросите себя, какие глупости, которые разрушают мою жизнь, я постоянно совершаю? А когда вы задаете вопрос, то вероятнее всего хотите получить и ответ, ведь именно для этого задают вопросы. Нужно не просто проговаривать слова. Вы должны четко решить, что хотите это знать. Ответ придет так быстро, что вы и глазом моргнуть не успеете. Именно об этом говорил Юнг. Он считал, что у людей есть два полюса сознания. Первый это индивидуальное сознание, с которым мы себя отождествляем. А второй то, что он назвал самостью. Самость можно рассматривать как божественность. Это достаточно близкое сравнение. Универсальная часть сознания совести. Это еще один способ восприятия. Совесть это то, с чем можно советоваться. Это демон Сократа. Сократ говорил, что его отличает от всех прочих греков то, что он советуется со своим демоном, своим гением. Он спрашивал, как ему следует вести себя в этом мире и следовал этому, что бы то ни было. Он не пытался навязать решение, не выбирал себя самым лучшим образом в этом мире. Я действительно хочу этого. Как мне это сделать? Мы прекрасно умеем размышлять. Одному Богу известно, как у нас это выходит. Наше воображение не имеет границ, мы можем мечтать, фантазировать. Непонятно, как все это происходит. Что будет, если мы спросим себя, какой результат самый лучший? Может быть, мы получим ответ. Вот такое предположение. «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более отец ваш небесный даст благо просящим у него? На мой взгляд, это вопрос фундаментальной природы бытия. Одна из гипотез Нового Завета, она отличается от той, на которой основан Старый Завет, состоит в том, что вера является залогом благостного бытия. Это очень интересное предположение, поэтому мысль будет и является ориентированной на действие. Мы отыгрываем предположение о том, что принадлежащим действием в мире бытие будет к нам благосклонно. Но мы не сможем этого узнать, если не попробуем. Вот к чему этот призыв. Действуйте согласно предположению о том, что надлежащие действия способствуют благостному бытию. Нет оснований считать, что это не так. Думать по-другому значит быть в высшей степени циничным и желчным. Конечно, у нас есть на это причины, и я понимаю, почему люди так поступают. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Это вопрос взаимности, верно? Об этом я тоже узнал у Юнга. Он переписал эту мысль. Это золотое правило, и оно гласит, будьте добры к людям. Но это еще не все. Это лишь малая часть, а смысл следующий. Мы его перефразируем, чтобы сфокусироваться для начала на себе, а не на других. Правило гласит о том, что следует сформулировать понятие высшего блага. Если для вас это благо, значит, вы заботитесь о себе, а затем стараться поступать так же по отношению к другим людям. Мы видим это на примере буддизма. Будда достиг нирваны, да? В теории. И боролся с искушением остаться в ней, но пересилил себя и вернулся в этот грешный мир. Он чувствовал, что достижение нирваны бесполезно, если ее не достигнут все одновременно. Примерно так. Нужно относиться к себе соответствующе. Это сложно сделать, потому что мы падшие, бесчестные, трусливые, лживые, злобные, смертные существа. Поэтому это так непросто, и мы это знаем. Нелегко правильно относиться к подобным вещам. Вряд ли люди относятся к себе лучше, чем к другим. Не думаю, что это так. Может быть, следует начать с себя, заботиться о себе, если уж мы представляем ценность. Выяснить, как это сделать, и затем относиться также ко всем остальным. Идея заключается в том, чтобы воспользоваться всей нравственной мудростью, которую человечество накопило за тысячелетия попыток, сформировало, а затем проявило в метафорах и историях, после чего систематизировало в законы, сформулированные законы, и если выбрать основной из этих законов, то он и будет тем, который необходим. Вот тоже интересно, закон и пророки. Закон – это правило, а пророки – процесс, посредством которого обновляются правила. То есть, в каком-то смысле пророки важнее закона. Мысль, содержащаяся в данном конкретном высказывании, состоит в том, что это максима, необходимая для оптимизации нашего способа бытия, и которую мы используем, чтобы надлежащим образом относиться к другим, и она лежит не только в основе самого закона, но и в процессе его создания и обновления. Это чертовски глубокая мысль. Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Разве кто-то может с этим не согласиться? Любой человек в здравом уме знает, что существует миллион способов сделать неправильно, и только один способ, и то, если повезет, сделать правильно. Поэтому понятие о том, что к правильным вещам ведет очень-очень узкая тропа, это мудрость. Это грань между хаосом и порядком, на которой нужно находиться постоянно. И это крайне тонкая грань. Если зайти чуть дальше, в одном из направлений будет слишком много хаоса, а если в другом, то чрезмерно много порядка, и оба варианта плохи. Нужно найти точный баланс. Его можно почувствовать. Я действительно убежден, что его можно почувствовать. Это наш глубинный инстинкт, именно биологический, а не метафорический. Думаю, наша психика устроена таким образом, чтобы существовать в космосе, состоящем из хаоса и порядка. И поэтому наш мозг состоит из полушарий. Это значительно глубже, чем метафора. Если вы чувствуете осмысленную вовлеченность в мир, если ужас смерти отступает, если вы ощущаете свою сопричастность, и это не зависит от времени, это ваш глубинный инстинкт сообщает о том, что вы находитесь в правильном месте в правильное время. И единственное, что вам нужно делать, это оставаться там. Оставаться там. Это крохотная точка, которую очень сложно найти, вокруг которой мы блуждаем. Если вам повезет, вы увидите ее. Есть такой эксперимент. Понаблюдайте за собой, как будто вы не знаете, кто вы, потому что вы действительно этого не знаете. Обратите внимание на моменты, когда все складывается хорошо. Хорошо для вас. Это сложно сделать, потому что когда все в порядке, мы настолько увлечены, что мы не замечаем этого. Но нужно понять, я в нужном месте. Как я здесь оказался? Что я делаю правильно? Что нужно сделать, чтобы это происходило чаще. Я хочу, чтобы это случалось чаще. Может быть, вместо 10 минут в месяц, 10 минут в неделю или 15 минут в день, а потом полчаса в день, затем 4 часа в день. И если вы будете очень внимательны, то найдете правильную пропорцию времени. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, лжепророков, а внутри суть волки хищные. Я вам скажу, это очень дельный совет для нынешней политической ситуации. По плодам их узнайте их. Собирают ли стерновника виноград или срепейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Вот что я узнал, изучая тоталитаризм 20 века. Худое дерево приносит худые плоды. В этом нет сомнений. Очень забавно, знаете, люди воспринимают свои взаимоотношения с Божественным и Богом в примитивной и детской манере. Почему чудо не может произойти просто так, чтобы я поверил? Самое смешное, что это бы никого не убедило. Если бы произошло чудо, о нем бы забыли уже через полгода. Вы можете подумать, что это не так, но это так. О нем бы забыли, потому что такова человеческая сущность. Плохие чудеса происходят постоянно, и это лишь подтверждает мои предположения. Мы не обращаем на них внимания. Если мы не можем научиться на опыте 20 века, то вообще не способны обучаться. События 20-го столетия были самыми горькими уроками, которые только можно вообразить. Именно к ним относятся эти строки. Худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Вот постоянный лейтмотив. Архетип дерева, архетип бытия, зачастую архетип самости. О чем он предупреждает? Если ты мертвое дерево, тебя сожгут. Это можно воспринимать метафизически, спроецировать в вечность и представить в форме ада. Самое забавное, что когда это происходит с вами в настоящем времени, это как вечность в аду. Это разумный подход. Но можно отмести метафизические аспекты и сказать, что мертвое дерево загорается от искры. И над этим тоже стоит поразмыслить. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий говорящий мне «Господи, Господи» войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Вот, на мой взгляд, интересный стих. Одним из справедливых критических замечаний в отношении традиционного христианства наподобие выдвинутых Ницше стало то, что оно погрязло в норовоучениях. Юнг отнесся к этому более снисходительно и через минуту я расскажу вам почему. Идея Ницше заключалась в том, что христианство сбилось с верного пути, предположив, что человечество было спасено жертвой Христа. Это означало, что дело сделано. Я резок в своем суждении с целью риторического упрощения, но идея заключалась в том, что если вы просто исповедуете веру в то, что это уже произошло, то вам даровано вечное спасение. Но не все так однозначно. Думаю, в данные строки именно об этом. В них говорится, как вы войдете в Царство Небесное. Опять же, можно рассматривать это с позиции вечности или как психологическое утверждение. Ответ достаточно четкий. Нужно делать то, что делал Ной, чтобы уберечься от потопа, а значит ходить пред Богом. Об этом и Нагорная проповедь. В ней изложен практический подход, и он заключается в том, чтобы устремиться к высшему благу, осуществить его в мире, а затем у вас появится возможность жить в этом самом благе, которое вы заложили в основу бытия. Возможно, это и не так, но сложно найти более практичный способ. Если вы построите дом, возможно, вы будете там жить, но если вы его не построите, то не будете в нем жить. Если построите хороший дом, то сможете жить в хорошем доме. Если идеальный, то в идеальном. Но если вы говорите, что дом был построен кем-то для вас, то вероятность того, что вы будете жить в доме, который вам нужен, в этом случае нет вероятности того, что вы будете жить там, где вам нужно. Многие скажут мне в тот день, в день страшного суда, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Это день страшного суда. И архетипическая мысль. Отчасть она является архетипической, потому что каждый день судной, та часть нас, та часть, которая отождествляется с Логосом, олицетворяющая идеал, заседает в бесконечном суде над нашими беззакониями. Это источник чувства вины, стыда, отторжения, негодования, склонности к убийству и геноциду, потому что вы можете интуитивно постичь идеал. Проблема постижения идеала заключается в том, что идеал всегда судья. Между ними нет разницы, поэтому мы постоянно судимы собственным идеалом. Если у вас его нет, то нет направления и смысла жизни. И, естественно, чем выше идеал, тем более строгим судьей он становится. Юнгу было любопытно, почему книга Откровений вошла в Библию, ведь это очень странная книга. В Евангелиях Христос прежде всего милосерден. В нем борются истина и милосердие, но милосердие все же на первом месте. Юнг предположил, что Евангелие Христа было слишком милосердным, поэтому в Новый Завет включили Откровения. В Откровениях Христос трансцендентный идеал и высшее существо, выступающее в роли судьи, в то время как все прочие греховны. Естественно, что высший идеал самый строгий судья. В этом заключена архетипическая реальность. Можно подумать, я не хочу, чтобы меня судили и откажусь от идеала. В таком случае ты Каин. Он как раз и отказался от идеала. Избежать этого не получится. Избежать суда вечности невозможно. Это архетипическая история. Люди очень потрудились над подобными репрезентациями, знаете ли. Их тысячи. Это не просто какая-то чепуха. Это серьезные труды. Мы их не понимаем, но это не означает, что люди, создавшие их, не понимали, что делают. Они были гениями. Возможно, они не до конца сформулировали то, что пытались отобразить, но представленные ими метафоры легли в основу нашей культуры, тем самым сделав ее настолько правильной и функциональной. Именно на них основана культура, и они не для слабых духом. Говорят, религия опиум для народа. Серьезно? Как это тогда объяснить? Если это опиум, то можно было просто избавиться от этого панно. еще один интересный момент. Посмотрите на откровение и на суд. Почти все оказываются с правой стороны панно. Если это просто попытка вызвать в воображении жалкое исполнение желаний, зачем склонять чашу весов именно так? Просто для того, чтобы людям было приятно? Не думаю. Эта картина вообще не должна вызывать положительных эмоций. Если ее правильно понимать, то она должна вызывать глубочайший ужас. Вот для чего она нужна. Итак, всякого, кто слушает слова Моисеи и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои, и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. «И и Иисус окончил слова сии, вот интересная строка, в Библии такие часто встречаются, мы наталкиваемся на строки, в которые не можем поверить, невозможно вообразить, как кто-то мог выдумать такое, на мой взгляд, следующие две строки именно такие, «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющей, а не как книжники и фарисеи». Интересно, и это тоже мне не нравилось в церкви, в которую я ходил. Там учили фарисеи, и в словах их не было власти, в них не было смысла, они были похожи на меня в 20 лет, когда я говорил то, во что сам не верил. Слова были благозвучны, как шелк, который окутывает, но не греет. Существует огромная разница между тем, чтобы слушать что-то содержательное и тем, что лишь красиво звучит. Это говорит о том, что кто бы не произносил эти строки, он знал, о чем говорит, а не просто повторял благозвучные фразы. Мне определенно кажется, что эти строки имеют исключительную власть. Вернемся к Ною. Ноя же обрел благодать предачами Господа. Вот житие Ноя. Ноя был человек праведный и непорочный вроде своем. Ноя ходил пред Богом, Ноя родил трех сынов, Сима, Хама и Иофета. Но земля растлилась перед лицем Божиим и наполнилась земля злодеяниями. Вы видели новый сюжет НСА? Возможно, вам будет интересно. Я бы сказал, что это самая шокирующая манифестация политической поляризации в Соединенных Штатах, которую я когда-либо видел. По большей части то, что меня шокировало, я видел у левых. Но репортаж НСА это что-то новенькое. Привлекательная женщина в роли диктора. Она выглядит как Деми Мур, но выражение лица жесткое, с ноткой презрения. Опасный прием. на заднем плане изображение беспорядков Антифа и Беркли, пожаров и протестов. Она описывает это как заговор, в котором участвует интеллектуальная элита, в том числе и Голливуд. Обвинение состоит в том, что существует группа коррумпированных интеллектуалов, скажем так, которые ставят страну на колени и пришло время взяться за оружие. Посмотрите сюжет и увидите, на какие мысли он вас натолкнет. Многие были бы рады, если бы мы двигались именно в этом направлении. Единственное, на что я надеюсь, это на то, что мы сможем договориться. Но мы находимся в такой ситуации, когда каждый акт индивидуального идиотизма подталкивает нас на йоту к краю пропасти. Это приведет к тому, что 15 или 30 процентов населения будут совершенно счастливы, если нас поглотит хаос. Очень счастливы, потому что это их цель. Но земля растлилась пред лицем Божиим и наполнилась земля злодеяниями. «И возрел Бог на землю, и вот она растленно, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, «Конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли». Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолой внутри и снаружи. И сделай его так. Длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, а высота его 30 локтей. И сделай отверстие в ковчеге и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его, устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле решится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, твоих с тобою. Это очень обнадеживающий поворот истории. Спасается не только Ной, но и вся его семья, два ее последующих поколения. Это очень радует. Стоит задуматься. У меня была пациентка, претерпевшая на себе тяготы воспитания. Мягко говоря, ее не очень поддерживали. Вернее, в основном укоряли. У нее был сын, и что интересно, она не вела себя так по отношению к нему, несмотря на свой богатый опыт мучений, полученный от тех, кто пытался ее сломить. Из своих страданий и издевательств она извлекла совершенно противоположный урок, не распространять их на последующие поколения. Суть в том, что если вы следуете праведными путями, у вас надлежащая цель, вы действуете должным образом и в согласии с Богом, как мы уже говорили, то, скорее всего, это благо не только для вас одного. Возможно, это спасет и вашу семью, а как следствие и общество. Именно так и произошло с исчезло все, кроме него и его семьи. Действуя праведно, он спас себя, свою семью, а в результате и весь мир. Самые глубокие авторы, которых я читал, напряженно размышлявшие над проблемой тоталитарной катастрофы, и я бы поставил Александра Солженицына на первое место в этом списке. Его произведение три тома по 700 страниц, каждая крошечным шрифтом, представляет собой крик души об абсолютной необходимости индивидуальной честности и этичного поведения как единственного средства защиты от тоталитарной катастрофы. Я читал многих писателей, которые пытались диагностировать проблемы 20 века, думаю, Солженицын пришел к тем же выводам, каким пришел Виктор Франкл в результате своего опыта в нацистских концлагерях. Я преданный поклонник Франкла, но Солженицын выводит эти темы на совершенно новый уровень глубины и приводит чрезвычайно убедительные доводы не только о том, что в результате развращения отдельных личностей разлагается общество в целом, но и что единственный способ предотвратить это – отвергнуть порочность в пределах собственной жизни. Он рассказывает бесконечное количество историй людей, встретившихся ему в ГУЛАГе, трудовых лагерях, лагерях смерти Советского Союза, которые были настолько непреклонны, что никакие тяготы не заставили их свернуть со своего прямого и узкого пути. власти ничего не могли с ними сделать. Даже наблюдение за ними не смогло изменить Солженицына. Конечно, один из вопросов, который у него возникал после длительного пребывания в трудовых лагерях, как я сюда попал? Это произошло не по вине Гитлера, а по вине Сталина, хотя это была их обоюдная вина. Для Солженицына это была еще и его собственная вина, потому что он играл в ту же игру, просто не слишком в ней поднаторел. Введи также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут. Вот еще один посыл в этой истории, который говорит о том, что не только Ной, его семья и человеческое общество зависит от его надлежащих действий в мире, от него зависит вся жизнь на планете. В эпоху чрезмерной экстремальной и расчетливой экологической катастрофизации над этими строками стоит всерьез задуматься. Возможно, самое лучшее, что вы можете сделать для всего живого, включая то, что выходит за пределы человеческого общества, это собраться и надлежащим образом согласовать все измерения своего бытия от мельчайшего микрокосма до огромной Вселенной и таким образом выполнить свой долг. Именно это и предлагает сделать данная история. Будучи циничными, современными людьми, мы читаем ее так, будто она написана какими-то примитивными существами, которые действительно считали, что можно построить лодку и посадить в нее каждой твари по паре и таким образом спасти мир. Стыдно слышать столь поверхностную интерпретацию. Особенно от людей, которые не имеют такого оправдания, как невежество. Эти истории должны быть обращены ко всем, так ведь? А в мире множество людей, которые не блещут умом. Они многое воспринимают буквально, как дети, когда читаешь им сказки. И эти истории можно воспринимать буквально, потому что они должны быть для всех. Но если вы достаточно эрудированы, это не говорит о том, что вы должны отмахнуться от них, будто они были написаны для детей. Может быть, вы наоборот обязаны заглянуть немного глубже и подумать о том, что они не просуществовали бы столько тысячелетий, если бы не хранили в себе что-то большее, чем выявило обычное интеллектуальное отторжение. «Ты же возьми себе всякой пищи, какую питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищей». «И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал. И сказал Господь Ною, «Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною вроде сем. И всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужеского пола и женского, также из птиц небесных по семи, мужеского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли, ибо через семь дней я буду изливать дождь на землю сорок дней и сорок ночей и истреблю все существующее, что я создал с лица земли. Ной сделал все, что Господь повелел ему. Ной же был шестисот лет, как потоп водный пришел на землю. И вошел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег отвод потопа, и из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из всех присмыкающихся по земле по паре мужицкого пола и женского, вошли к Ною в ковчег, как Бог повелел Ною. Через семь дней воды потопа пришли на землю. В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей день, разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей. В сей самый день вошел в ковчег Ной и Сим, Хам и Иофет, сыновья Ноевы и жена Ноева, и три жены сынов его с ними. Они и все звери по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, присмыкающиеся по земле по роду их, и все летающие по роду их, все птицы, все крылатые, и вошли к Ною в ковчег по паре от всякой плоти, в которой есть дух жизни. Это делает Ноя непревзойденным пастырем, хранителем сада и пастырем всего на свете. Представьте себе, пастырем всего на свете. Это чертовски важная роль. И, возможно, именно она удерживает на плаву во время наводнения. И вошедшие мужеский и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Бог, и затворил Господь за ним, и продолжалось на земле наводнение 40 дней, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею. Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На 15 локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы. И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди. Все, что имело дыхание и духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных. Все истребилось с земли, остался только Ной, и что было с ним в ковчеге. Вода же усиливалась на земле 150 дней. И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, бывших с ним в ковчеге. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились. И закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании 150 дней. И остановился ковчег в седьмом месяце в 17-й день месяца на горах Араратских. Вода постоянно убывала до 10-го месяца. В первый день 10-го месяца показались верхи гор. По прошествии 40 дней Ной открыл сделанное им окно ковчега и выпустил ворона, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды. Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли, но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли. И он простер руку свою и взял его и принял к себе в ковчег. И помедлил еще семь дней других, и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масличный лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли. Он помедлил еще семь дней других и выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему. 601 года к первому дню первого месяца иссякла вода на земле, и открыл Ной кровлю ковчега и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли. И во втором месяце к 27 дню месяца земля высохла. И сказал Бог Ною, «Выйди из ковчега ты и жена твоя, и сынов твои, и жены сынов твоих с тобою, выведи с собой всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле». И вышел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним, все звери, и все гады, и все птицы, все движущиеся по земле, по родам своим вышли из ковчега. И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники. И обонял Господь приятное благоухание и сказал Господь в сердце своем, «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого, зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал, впредь во все дни земли, сение и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, дострашаться и дотрепещут вас все звери земные и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они». Знаете, я слышал, как комментаторы, например, Дэвид Судзуки утверждали, что субструктура западной культуры подобными строками передает землю во владение людям и оправдывает внесение хаоса в бытие. Но мне кажется, они невнимательно читали. На мой взгляд, учитывая степень важности вопроса, необходимо читать крайне внимательно. в истории про Адама и Еву, когда их изгоняет из сада, Бог говорит Еве, что она будет подчиняться мужу. Он не говорит, что это непременно произойдет. Он говорит, что так должно быть. Насколько я понимаю, данные строки говорят о том же. Это не неизбежные условия, но это произошло. примечательно, насколько древние эти строки. Наверное, до 1960 года мы даже не понимали степень нашего господства на Земле и насколько ее существование зависит от нас. Это пророческий элемент истории. «Дострашаться и дотрепещут вас все звери земные и все птицы небесные. Все, что движется на Земле и все рыбы морские. Ваши руки отданы они». Так оно и есть. «Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все. Только плоти с душею ее, с кровью ее не ешьте». Я взыщу и вашу кровь, жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Этот абзац сложно интерпретировать. Похоже, что Бог описывает порядок распределения власти на планете, которому будет подчиняться возрожденное человечество, и отмечает полномочия, которые идут вместе с этим, а затем накладывает на них ограничения. ограничение. А ограничение состоит в том, чтобы сохранять святость жизни, несмотря на имеющуюся силу. Сложно понять из перевода, но Бог говорит Ною, если вы совершите самоубийство, убьете кого-то другого, или если животное убьет человека, это не останется безнаказанным. Вероятно, потомки иное получают право главенствовать на земле, но существует моральное ограничение, согласно которому сама жизнь должна рассматриваться как освященная и священная. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь и размножайтесь и распространяйтесь по земле и умножайтесь на ней. И сказал Бог Ною и сынам его с ним, «Вот, я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас и со всякую душею живую, которая с вами, с птицами и со скотами и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными. Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Бог, «Вот знамение завета, который я поставляю между мною и между вами и между всякую душею живую, которая с вами вроды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке. Я вспомню завет мой, который между мною и между вами, между всякую душею живую во всякой плоти. И не будет более вода потопом на истребление всякой плоти». Это своего рода согласованная договоренность. Она заключается, на мой взгляд, в том, что покуда человечество соглашается действовать так же, как ной, катастрофического разрушения не произойдет. «И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душею живую во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною, «Вот знамение завета, которое я поставил между мною и между всякой плотью, которая на земле». Вот знамение завета, которое я поставил между мною и между всякой плотью, которая на земле. Думаю, на этом мы и остановимся. На следующей неделе, кстати, лекции не будет, потому что зал занят. У нас будет недельный перерыв. После него мы закончим с историей о Ное, осталось совсем немного. Поговорим о Вавилонской башне. Это очень короткая история, но очень-очень интересная. А затем перейдем к истории про Авраама. Большое спасибо, что пришли. Увидимся через две недели. Редактор субтитров Субтитры создавал DimaTorzok